Всем привет! Сегодня для вас подготовил очередную подборку полезных самоделок для мастерской и гаража. Но прежде чем начать, хочу порекомендовать всем, кто задумал сменить ванну на душевое ограждение, обратить внимание на компанию Титан. Она производит цельностеклянные душевые ограждения по стоимости как рамные. Средняя цена таких душевых около 100 тысяч рублей, а у Титана цены гораздо привлекательнее. Все конструкции сделаны из каленого 8-мм стекла, в то время как у большинства других производителей всего 6 мм. Размеры могут быть стандартными, то есть под готовые поддоны, а могут быть индивидуальными. Сроки же изготовления 5-10 рабочих дней. А начнем мы с такой станины для болгарки. Этот инструмент в наше время есть почти у каждого, и расширить его функционал дело обязательное. Возвратным механизмом тут служат пружины. Но это конечно еще не все. Этот станок также имеет систему протяжки. Изготовлена она из амортизаторов. Если нужно зафиксировать ушием на определенном расстоянии вылета, то тут предусмотрен фиксатор из шпильки. Соответственно и рабочий стол также подвижный. Кто-то сказал, что хомутатель должен быть у каждого. В этом есть довольно большая доля истины. Ведь он приспособлен не только для того, чтобы скреплять шланг с трубой, но и для многого другого. Я уже показывал в одном из прошлых выпусков один из вариантов. Сегодня это будет небольшой апгрейд обычной недорогой струбцины. После чего она уже способна выполнять несвойственную для нее работу. Не мог не показать вам и очередные комбинированные тиски с наковальней. Прошлые, которые были в другой подборке, были сделаны из отрезка рельса. Если вы еще не видели этот ролик, ссылка на него будет в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Эти же были сварены из клыка вилочного погрузчика. В этой модели есть и отличия от классического варианта. В ней предусмотрен и боковой выступ, который благодаря острому углу позволяет работать с различными завитками. Конечно, и сам стандартный рог отлично выполняет свою работу. Если вас волнует качество этого металла, то тест с шариком от подшипника наглядно показал, что он отлично подходит для наковальни. Следующая идея поможет вам напилить круги идеальной формы из дерева, ДСП или фанеры. Электролубзиком это сделать довольно сложно, так как пилку постоянно уводят. А вот смастерив из стиркулярки подобие торцовочной пилы и зафиксировав заготовку, можно распиливать ее, постепенно проворачивая по своей оси. Для более идеального результата, конечно же, можно зашлифовать торцы, также проворачивая круги по оси, либо пройти фрезером. Ну а это самоделка для сварщиков. Задумана она исходя из мысли экономии места, и потому представляет собой табурет, который лежа на боку превращается уже в сварочный стол. На нем уже предусмотрено, кроме самой столешницы из листа металла, также и струбцина, и съемные тиски. Кроме этого добавлен и обычный уголок, который служит для стыковки цилиндрических деталей. Поработал, перевернул и вновь этот табурет. Отличная идея для гаража. Если вас интересует подробность об изготовлении этих самоделок, то все ссылки на полные ролики автора вы найдете в описании под этим видео. А если вам просто понравилась эта подборка, не забудьте поставить лайк и написать в комментариях, какая самоделка вам приглянулась. Ну и подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Всем добра и всем пока!